Приветствую вас! Как я понимаю, есть два основных момента, через которые можно ответить на ваш вопрос. И первый момент, это момент, связанный с тем, почему мужчина так спешит. Вот он спешил тогда, до вас, с девочкой, и он спешит сейчас с вами. Интересно, что вы, написав свой возраст, не написали его. Это вот такой нюанс, что вы стыдитесь того, сколько лет вашему молодому человеку, или что? Почему вы не написали его возраст? Я не прощу вас отвечать мне на этот вопрос сейчас, потому что это не обязательно. Просто подумайте сам. Свой возраст вы написали, а его возраст нет. Довольно, согласитесь, такая тонкая, характерная, показательная ситуация. Почему мужчина спешит? Ну, совершенно очевидно, что брак, первый брак, от которого у него остался ребенок, выступает для мужчины своего рода неудачей, своего рода прогрессом, своего рода поражением. И это неудача. Этот прогресс и поражение толкают мужчину на то, чтобы замещать то, что у него не получилось, чем по другим. То есть, он хочет восполнить то, что он, по его мнению, потерял с разрушением брака. Что это может быть? Либо ощущение полноценности, либо ощущение гармонии, либо еще что-то, связанное с его желаниями, мы, конечно, не знаем. Но тот факт, что это действует механизм замещения, на мой взгляд, совершенно очевиден. может быть, другие эксперты дадут свое видение этому поведению, но по моему мнению, так. И, соответственно, для мужчины и девочка, что была до вас, и вы, это средство для достижения своей цели заместить новым браком то, что у него исчезло. И, по сути дела, справиться с ощущением поражения. Ну, или с еще какой-нибудь негативной реакцией, которую мужчина испытывает. И нужно понимать, что реакция замещения вызвана фрустрацией, то есть переживаниями по поводу того, что человек не может достичь желаемого. Возникает вопрос, а что это за желаемое, если ради него он готов спешит, в принципе, очень быстро жениться на девушке, очень быстро создать с ней союз, и так далее. Вот этот вопрос также очень важен. важен. И безусловно, для вас это пишет для размышлений, но ответ на вопрос, почему он спешит, именно такой. Может быть, если вы опишите его подробнее, может быть, если вы расскажите о нем больше, какие-то детали смогут указать на то, что инвизия. Но вот по факту, я думаю, ситуация такова. Следующее заключается в том, что делать вам. Знаете, с одной стороны, я вас понимаю, и понимаю ваших родителей, которые говорят, что вам не надо в этом человеке встречаться. Действительно, очень сомнительный мужчина, ненадежный скорее всего, и так далее. Но с другой стороны, с другой стороны. Давайте подумаем. А ну вот вам уже сказали, что касаемо личной жизни не нужно слушать никого. Это правда. Другое дело, как поступать вам. Теоретически есть шанс, что мужчина действительно настроен к вам плачет. Он звонит, скучает, он готов идти на уступки. И как бы вот что бы ни указывало на то, что он делает это для себя, и что бы ни указывало на то, что он движим своими переживаниями, своими там чувствами, стремлением, там и так далее, что бы ни указывало, все равно есть вероятность того, что мужчина к вам действительно если не настроен. Если вы не дадите мужчине шанс, и дело здесь не в том, что говорят бабочки, и в том, что говорят ваши родители, дело здесь просто в объективном положении вещей. И допустим, мужчина начал с вами отношения. Да, он ошибся, потому что у него какие-то уже наработанные видимо модели поведения были, он не смог от них отойти. Сейчас он от них отошел, ну, очень сведо, что отошел, конечно же, и ему нужно отдать второй шанс. Но как это нужно сделать? Вот вы говорите, что он вас пугает, вы говорите, что вам с ним некомфорт. С другой стороны, вам всем уютно и спокойно. Значит, существует некий уровень вашего взаимодействия, при котором вам хорошо. И вот на этом уровне вам и нужно быть. И ему сказать, что я готова с тобой общаться, если мы с тобой будем вот на таком уровне. Ну, и опишите, как вам комфортно, да, то есть, там, верлят за руку встречаться, там, раз, не знаю, раз в три дня, два дня, то есть, как вам удобнее, и посмотреть, готов ли мужчина на такие условия. И если он готов, значит, он действительно искренне к вам настроен. Да, ну, это просто общаться с ним на таком уровне, и все. И когда вы будете готовы, просто-напросто перейти на другой уровень, и все. Но при этом нужно прислушиваться к себе, то есть, понимать, что, там, например, бесконечно находиться на одном уровне нельзя, хотя бы по отношению к мужчине, это нечестно, но тут нужно ориентироваться на ваше желание. Мужчине говорить о конкретных сроках не стоит, но я полагаю, если вы скажете ему, что вам нужно его узнать, и если он действительно вам и дрожит, он поймет. Вот. И, соответственно, если вас такая ситуация не устраивает, если вы, или если вы знаете, что мужчина на такое не пойдет, если мужчина не будет идти на такие уступки, или если вы знаете, что сами не вспомните, спокойно с ним общаться после всего, что было, было, рекомендую вам все же попробовать пару раз. Сначала пригласить по телефону, потом встретиться, посмотреть, как будет соблюдаться это, и если вы увидите, что мужчина соблюдает то, что вы ему сказали, значит, можно попробовать дальше. Дальше шанс. В простом общении ничего дурного нет. В браке действительно даже необходимости нет, и вы ему об этом можете сказать, что ты хочешь быть со мной, то неважно брать мы с тобой или нет. Но я просто не готов пока еще стать женой. Я просто не готов. И мужчина опять же, если он ценит вас, если он принимает и дорожит вам, он это поймет. Я думаю, именно так вам нужно поступать. То есть не ломать себя, ну и не упускать свою возможность, не терять ее, потому что может быть и такая вероятность есть всегда, что вы встретили человека, того самого человека, который может стать вашим единственным. И терять его это было бы на мой взгляд в честь решет расточительно. Но решать вам, как я уже сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.